Всем привет! Доброе утро! У нас опять завтрак будет турецкий. Решила вам обзоры завтраков снимать. Сегодня мы завтракаем в Мадо. Будет сэртмейка Хвалты. То есть на два человека вот такой турецкий завтрак. Назовем так сборный. Вот у нас уже полный уход. Ждем уже очень давно еду. Наверное, минус 20 точно. Ну, так как выходной и самое такое время, когда много кто приходит. Короче, надо подождать. Хочу почему-то снимать. Какая у нас классная погода. Последние дни теплые. Парк поснимает. А мы просто возле дома в парке. И покажу, что мы будем сегодня завтракать. В Мадо мне завтрак нравится больше, чем Хэппи Монс. Где-то... Не помню цену. Ну, короче, вот все, что у нас сегодня будет, это 260-300 лет, наверное. Не знаю. Надо будет посмотреть меню. Смотрите, Мадо продает... Ну, в принципе, на завтраке подает. И вообще у них в банке можно купить вареную сгущёнку. Очень, кстати, вкусная, натуральная, с козьего молока сделана. Вот 100% чистый. Кто ещё хочет? Сейчас, дочь, открою. Вообще, сейчас с гущёнкой проблем нет. В Мигросе продаётся. На Триндиоле очень много. Ещё какая-то немецкая появилась. Тоже вкусная. Надо какой-нибудь тортик состряпать. Ну, кто тут руки пихает? Опс, своровали. Сваровали с гущёнкой. Так, короче, чай. Вот и своровали с гущёнкой. Да, вот и своровали с гущёнкой. Сейчас я тебе открою. Сыр. Ну, короче, такой себе в плане... Маловато тут какой-то еды. Давай. Клубничка. Ну как, сладкая? Ну, классно. Картошка, баклажан, йогурт. Руккола, огурец, помидор. Огромные маленькие оливки. Немножко фрукты. Это клубника, кивия, банан и апельсин. Кстати, апельсины начинаются сезон. Вот, опять же, творог с этим... С этим, с этим, с вареньем каким-то. Сгущёнка была, которую украли. И апельсиновое варенье. Каймак с мёдом. Мама! Пахиновое паста. Я такой ну вот люблю. Любишь? Ну, ешь давай, раз ты любишь вкусные. Ну вот. Супер, да? Менэмэ. Да, я люблю больше. Он не экстрас заказан, а в меню можно выбрать омлет, взбить яйца и пожарить. Менэмэн можно спросить. Эта стоимость входит. Обычно мы, наверное, такие завтраки не включат в основном в кафе. Только просто яйцо жареное, глазунья или перемешать там, попросить, скрамбл делать. Ещё будет тарелка с хлебом. Вот тут хлеб есть в принципе стандартный. Ещё сейчас принесут жареный хлеб. То есть, они называют как мушхамбург. Сейчас покажу, короче. В общем, это дрожжевое, тесто дрожжевое. Булочки какие-то жареные, вот такого рода. Сокаль. Здесь у нас понесли жареного, это тесто пожаренное. Просто дрожжевое тесто, не сладкое. Бюреки с творогом, но он такой кислый, не очень вкусный. И субуреки. Субурей. А здесь что? Какая-то паста. Бунэ, аджика гиби. А аджика. А аджика, короче говоря. Несладкая. Ой, в смысле, не острая. На нашу, кстати, похоже. Ну-ка, давай пробуй. Вкусно? Насыл. Аджди. Аджди, не острая. Взяли? Вкусная. У ребенка картошка с йогуртом и картошка с вареньем. Ой, ну, как вареньем, оно по-турецки вареньем, со сгущёнкой. Ты картошку в сгущёнку пихала, нет? Макала уже картошку в сгущёнку? Нет. Нет? Стала? Обычно же у нас... Смотрите, какие классные деревья. Я такое, прям, именно оранжево-красного видела в декорациях всяких. Используют, там, не знаю, в кафе, в интерьерах, на картинах. Ой, у нас это плоды ещё какие-то колючие есть. Вообще, на клен, да, наверное, это же кленовые листики. Красота какая. Какой цвет. Так вот, солнце сильно отсвечивает. Может, так видно будет. И какой контраст. Пальма. Клен. Плакучие ивы. И ёлки. Красота. Обожаю этот парк наш. Тут вообще как Майами, прикиньте. И вот так, если слопать. Вот так. Тут на скейтах катаются вечером дети. Вон там вообще вода под вот этим навесом. Сейчас покажу. Я, наверное, уже слили к осени. Ну, к зиме готовятся. И летом почему-то, кстати, не работала этим. Вода здесь. Там дальше ещё сзади у меня есть водяные всякие места. Но вот здесь под вот этим... А нет, есть ещё стоит вода. Она вообще вот здесь под... Сейчас покажу. Грязная, не упасть бы. О, видите, я наступила. Потекла. Там внизу, ну, там уже тухлая такая вода. Кошмар. Здесь у нас поезд Мармарай, вроде, да, он... Или к Мармарай прилегающий уходит, да, и можно, короче, на этом поезде. Его открыли в мае, в конце 30-го вроде. На нём можно уехать... Ящелькёй вроде бы. Во Флорию, короче. Куда-то туда. А! Океан. Музей этот. Аквариум стамбульский. А ещё мне нравятся вот эти красивые ветки для декора. Они вот с каждым дворец растут у меня тоже. Они такие огромные могут быть. Я, блин, представляете себе... Они очень модные были года два назад, сухоцветы такие в интерьер ставить. Я что-то... Ты вообще свободно растут, хочешь сорви. Я нарвалась от таких сухоцветов. Они очень красивые, крутые. А через два дня дома они мне все посыпались. Это был вообще ад. Они очень красивые, но очень грязные. Потрогать хочешь? Смотрите, какие они красивые. Ну, с них он уже видно летит. И солнышко светит. И это просто мой вайп. Обожаю такое. А вон вообще вдалеке огромные кусты с ними. А вот фонтанчик ещё работает. Кстати, здесь, да, вот поезд есть где-то для детей. Гремит-то как. Наверное, лир 40, наверное, стоит проезд по кругу, по парку. Мамки трясутся в вагончиках. Поехали. А вон там, видите, люди ходят. Там вообще беговая вот такая же дорожка. Тут по кругу можно вот так в парк оббежать. И там тоже походить, побегать. Я раньше часто бегала. Мне удобно сейчас ездить. А вон там белое здание. На первом этаже мой стоматолог. Но что-то я в нём разочаровалась. Дядька хороший, хорошо делал. У него, кстати, дочка в Москве в консерватории имени Чайковского учится. Но он это... Что-то мне последний раз пульпит делал. И не очень мне понравилось. У меня до сих пор что-то болит. Спустя две недели. Видимо, он мне что-то, может, не до конца удалил этот корень или что-то там. Короче, уже месяц даже больше прошёл. Хочу вернуться, чтобы мне опять придётся вскрывать и обеспаливать. Короче, этим заниматься. Так что советовать я вам его не буду. Ой, я так люблю, когда мало людей вокруг. Красота. Это мы не в гостях у кого-то. Но очень, кстати, похоже на дом у сестры моего мужа. Какой милый интерьер уютный. Это кафе. И здесь, кстати, кофе и мороженое в основном. И десерты. Мебель такая хорошая. У меня ощущение реально уюта и дома. Молодцы какие. Вот я люблю такие дизайнерские места. Видеочек. Я тебя тоже люблю. Как миленько всё, обожаю. Какие детали. Я парню сделаю комплимент. Говорю, видео записываю. Потому что он с очень красивый дизайн. Он сказал, ну правда, спасибо вам большое. Как всё миленько, аккуратненько. Всё к месту. Очень чисто. Супер. Смотри, где к нам всё. Стелляжно. А к потолке, наверное, метра 4 точно. Или 5 даже. Везде одинаковые тортики. Мне дочка вчера такую ела. Бурдаис. Бурдаис. Мороженое всякое. Милота, красота. Милота, красота. Милота, красота. Милота, красота. Милота, красота. Милота, красота. Но мы на улице сядем. Потому что последние тёплые деньки. В помещениях нам сидеть ещё в следующий весь, всю зиму, весь сезон следующий. Удобно будем сейчас тут сидеть. Тут кошек был. А он ещё остался, Кисюля. Он спит, лежит. Мой нос такой у него больной. Бедняжка. У нас тоже такой рыжий кот живный во дворе есть. И у нас соседи, он как-то у нас простыл зимой, чихал. Прям как-то под человек гриппом заболел. Мы отдали ветеринарку. Другие соседи... Ут, мы по очереди его ветеринарку возили, лечили. У нас такие дружные соседи. Кота вылечили дворовую. Он реально заболел гриппом. Им анализы там делали. Капельки соседка капала ему и в уши, и в нос, и в глаза. В общем, спасибо, что вы сегодня с нами время провели. Всем желаю хорошего настроения. Чтобы всё-всё-всё было хорошо, спокойно. В такое неспокойное время. Я вот стараюсь у косметики или влоги чаще записывать, чтобы вы могли развеяться, переключиться. Я сама теперь на ютубе стараюсь смотреть такие видео, где можно на чём-то не думать, короче говоря. Ой. Ладно. Всем-всё-всё хорошего. До скорых встреч.